В Сочи, послушая доклад заместителя министра, прибыли ректоры вузов со всего Южного федерального округа. По поручению правительства, система аттестации научных кадров будет изменена. Для того, чтобы прийти к новой модели, потребуется время, но на сегодняшний день это действительно необходимо. Конечно, наше общество хочет, чтобы вклад в науки, в развитие общества был больше. И чтобы Россия, как всегда, гордилась и продолжала гордиться своими научными результатами и новыми технологиями, разработками. Чтобы это всегда было. Но для этого мир меняется очень динамично, смена научных технологий развивается очень быстро. И мы со своей системой подготовки и аттестации кадров должны за этим успевать. Получить докторскую или научную степень для нерадивых ученых станет сложнее. Новая система поможет эффективнее бороться с плагиатом и другими нарушениями при защите диссертации. А сами диссертационные советы будут находиться под более строгим контролем. К примеру, в аудиториях установят камеры, и член комиссии, вышедший из кабинета во время защиты, теряет свое право голосовать. Все нововведения созданы не для того, чтобы усложнять процесс становления новых ученых. Ставки сделаны именно на качество. В Сочинском университете из четырех диссертационных советов осталось два, но на них возложены большие надежды. Я думаю, что это скажется, безусловно, на качестве, потому что повышаются требования к качеству аспирантов и к качеству самих научных исследований. В этом рамке мы тоже проводим ряд своих управленческих мероприятий. После совещания оживленная беседа. Впереди большая работа. Новая система аттестации масштабна и необходима. Тем более перспективы для ученых в России имеются. Сколково один из примеров. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.